Информационный партнер выпуска с сайта AppCompass, ссылка в описании. Всем привет, с вами Полтема и ребят, наверное, только ленивый не успел снять обзор на игру Новый Человек-паук 2. Но я вчера был ленивый, поэтому этот обзор выходит сегодня, и я вам вкратце сейчас расскажу, что почем, как это выглядит и вообще, что эта игра из себя представляет. Давайте начнем с Новый Человек-паук 2. И начнем мы с вами, пожалуй, с управления. Управление в этой игре очень простое, оно интуитивно понятно, и в самом начале нам игра расскажет, что как нажимать. То есть мы здесь не потеряемся и точно будем жать то, что надо. И это все выполнено красиво и самое главное для людей, то есть удобно. Перейдем к графике, и здесь все просто айспайдермительно. Все красиво, все отражения есть, отражения на домах, на небоскребах, во стеклах. То есть это все выполнено красиво, и геймлофту за это отдельное спасибо, потому что летать по городу теперь будет действительно одно удовольствие. Единственный вопрос у меня, куда одевается паутина, но это, я думаю, у всех поклонников серии Спайдер-мен, этот вопрос есть. Куда прикрепляется паутина, к какому облаку или какому небу, но это, однако, уже другой вопрос, и, в общем-то, про него можно забыть. Перед нами Нью-Йорк, и в этом Нью-Йорке нам предстоит исследовать 6 открытых районов Манхэттена. Там будет и Тамсквер, и живописный центральный парк. То есть все, как я уже сказал, красиво, к графике вообще никаких претензий нет. По ходу прохождения нас ждет просто увлекательный геймплей, будет много дополнительных миссий, миссии от обычных людей, также сюжет, который переделан с фильма. То есть сюжет из фильма перекочевал в игру, и нам предстоит разобраться со всеми врагами из фильма в игре. Во второй части Человека-паука нам с вами предстоит разрушить злодейские планы таких злодеев, как Веном, Зеленый Гоблин, Электро, Крэйвен Охотник и прочие. То есть, иными словами, мы должны будем помешать им захватить Нью-Йорка, а следом и весь мир. Мы такие, так сказать, защитники в облике Человека-паука. А если мы уже совсем заскучаем в этой игре, то можем преодолеть город из одной точки в другую точке, используя паутину. Перелеты по городу очень красивые, то есть город выглядит естественно, и одно удовольствие летать по этому городу. В игре имеется магазин, однако, что очень радует, никаких вложений сюда не нужно. Игра стоит денег в App Store, то есть мы должны заплатить, чтобы ее купить, и после не нужно докупать всякие примочки, усовершенствования. Это все можно заработать в игре и потом это все купить. Костюмы, усовершенствования, эликсиры всякие, то есть это все в игре есть. Что еще хочется сказать, это качественная игра, которая сделана по фильму. И слава богу, что эта игра не бесплатная в App Store, потому что здесь нету и на перчейс. Можно не тратить деньги, и это одно из преимуществ этой игры, то, что не нужно заморачиваться по поводу того, как докачаться до какого-то уровня, купить какую-то смотку, потому что в игре можно все заработать и не тратить реальные деньги на усовершенствование и покупку других каких-то кассуаров к нашему спайдермену, так сказать. На этом все, с вами был AppleTemons, тут впервые подписывайся на канал, не забывай о яблочках, пока!